Какой Бог? Как Он поступает с человечеством, с грешным человечеством? Как Он спасает человека, как Он оправдывает, в конце концов, человека? И эта модель, она существовала более тысячи лет, и там миллионы вот этих повторяющихся действий, миллионы раз повторяющихся действий. Все это должно было стать сутью мышления целого народа. К сожалению, к сожалению, истинное святилище, оно было потеряно где-то уже после первоапостольской церкви. Оно так тускнело, тускнело, и сегодня для современных людей это просто история. Это просто даже неинтересно читать в Библии эти главы, где описаны все эти детали. Почему? Потому что это было в древности. Ну, кто любит историю, он изучает, кто не любит, того это не интересует. Но мы с вами знаем правду. Правда из Священного Писания. А с чем связана истина вот о земном святилище, описанном в Библии, с нынешним временем? Как это связано? А мы знаем, что вот та земная скини, вот это земное святилище, было точной копией, миниатюрной копией небесного святилища. Я не буду сейчас повторять те все тексты, те все места и Священного Писания, где об этом говорится очень конкретно. Буквально все детали, все убранство, все предметы, которые были на земле, они отражали смысл действия на небе. Именно в небесном святилище там обитает престол Божий. Именно там обитает Бог. Именно там сегодня происходит суд над грехом. По сути, это суд над теми людьми, которые узнали правду о спасении, которые доверились Богу, которые отдали Ему свое сердце, которые, приходя в небесное святилище, они оставляли там свои грехи, они отдавали Богу свою жизнь. И в конечном итоге они сегодня рассматриваются, согласно книгам записей, небесная книга записей, рассматривается, насколько эти люди были верны в своей жизни тому обещанию, тем действиям, тому обету, завету с Богом. Как это было когда-то в древности. Но сегодня это очень важный аспект нашей христианской жизни, понимать, что происходит на небе. С 1844 года мы знаем, что начался следственный суд на небе. Это последняя фаза земной истории. Она связана с тем, что происходит на небе. происходит следственный суд над всеми умершими праведниками. Люди, которые отвергли Божью благодать, люди, которые отвергли спасение, по сути, они сами себя осуждают, потому что по разным причинам люди не захотели, не поверили, не отдали свою жизнь Богу. Но те, которые узнали истину, те, которые знают спасителя, которые знают, как происходит их спасение, они с большой ответственностью должны относиться к своей жизни сегодня, потому что сегодня идет небесный суд, и наши жизни тоже будут рассматриваться очень пристально. Что происходило в земном святилище, и как это отображается уже в сегодняшнем дне. Бог, я еще раз напомню это, потому что это должно быть впитано нами до мельчайших деталей, Бог сам проявил инициативу спасти человечество. Еще до того, как человек мог вообще согрешить, до сотворения мира уже была готова жертва. И жертва это, это Иисус Христос, сам Бог. Смотрите, Бог проявил инициативу, но человеку он показал это каким образом? Книга «Второзаконие» мы с вами знаем, прошу прощения, книга «Исход», 29 глава. Каждое утро, утренний и вечерний агнец, это тот символ жертвы за грехи всего человечества, потому что человечество согрешило, оно нуждалось в спасении. И Бог говорит, это не по вашей воле, это исключительно моя инициатива. Но смотря на этого агнеца, который заколался утром и вечером, это жертва за грехи всего человечества, каждый человек имел шанс пойти к Богу, принести свою личную повинность, свою личную жертву, покаяться, исповедаться, перенеся свой грех личный на это невинное животное, тем самым демонстрируя свою веру. Ну такой был обряд. И таким образом он отдавал грех свой, возлагал это на животное, и уходил из святилища уже, по сути, оправданным, чистым от греха. В течение года все грехи накапливались во святилище, и нужно было очищать святилище. И раз в году, это в седьмой месяц, в десятый день, это был единственный день в году, когда очищалось все святилище от тех грехов, которые накопились там. Люди шли туда, и каждый грех там накапливался, накапливался, но нужно было что-то с ним сделать. И каждый год это происходило следующим образом. Приводилось два козла, бросался жребий, один был козел для Господа, он заколался, и кровь этого животного уже вносилась за завесу во святилище. Первосвященник вносил туда, и над крышкой благодати он кропил. Вот таким вот образом происходило вот это действие. После вот этого ритуала священник выходил и возлагал все эти грехи. Это образно, это все было картинно, все это происходило, это так ритуально. Все эти грехи, которые накопились во святилище, они возлагались на второго козла, козла отпущения. И его отводили в пустыню, и он там погибал. И таким образом святилище очищалось. Как это связано с сегодняшним днем? Мы с вами сегодня будем изучать третью фазу служения Иисуса Христа. Первая фаза – это что? Заместительная жертва. Вторая фаза – это первосвященническое его служение, в качестве первосвященника. И третья – это окончательный суд. Это третья фаза служения во святилище. Как это связано с нами сегодня, друзья? Насколько это важно нам сегодня понимать? Давайте мы исследуем этот вопрос. Я, можно сказать, беру на себя такую ответственность, своим слабым человеческим языком передать истину, по сути, очень глубокую по своему содержанию. Поэтому я прошу вас, будьте внимательны к этому, чтобы человеческим языком можно было передать то, что могло бы уложиться в разум и, самое главное, в сердце каждого из вас. Что Бог хочет вот в этом последнем акте служения во святилище, что Он хочет показать? Почему вот этот окончательный суд, почему это называлось Йом-Кипур, да, у иудеев, почему это так важно для нас сегодня? Что происходит и вообще, что происходит сегодня и каким образом это все должно закончиться? Мы вроде бы все это знаем, но, друзья, нам нужно вникнуть в значение каждой детали этого действия. Итак, это событие объединяет две важные вещи. Первое. Христос хочет, первое. Христос хочет показать всей Вселенной, каким образом Он оправдывает верующих в Него. И все люди, которые действительно проживут достойную жизнь согласно вот тем принципам, изложенным в Священном Писании, каким образом Бог заставит замолчать сатану, обвинителя всех людей. По сути, через людей сатана обвиняет Бога. И именно через церковь, именно через верующих людей, именно через тех людей, которые Ему доверили свою жизнь, поверили во все Его во все Его обещания, доверились Ему. По сути, Бог хочет показать, каким образом Он оправдывает этих людей. Это первое. И второе. Вина за грех будет возложена как раз на сатану. Казалось бы, это две похожие, но как бы очень близкие вещи. Да, они неразрывные. Но самое важное, самое важное, вот эта вот вина, ее нужно доказать. В прошлый раз, помните, мы говорили, это юридический аспект Евангелия. Вот мы обсуждали его. Действительно, как Бог оправдывает верующего человека. Потому что мы привыкли смешивать все вместе. Прощение, искупление, оправдание и так дальше. Но если вы помните, оправдание — это действительно юридический акт. Это то, что оправдывает Бога за его действия. И мы несем ответственность за свою жизнь. Понимаете? Это очень важно. Мы несем ответственность. Потому что это не просто вот простил, действуй такое и живи себе дальше. Это хорошо. Это прекрасно. Но есть еще вся вселенная, говорится, суд присяжных, которые должны сказать, действительно, Бог справедлив или же нет. Или это просто личное действие Бога, личная инициатива Бога. Хотя искупление является действительно полностью Божьей прерогативой. Итак, вина за грех будет переложена на сатану, и тогда великая борьба будет окончена. Грех должен быть уничтожен. Он никогда не должен снова появиться во Вселенной. Это очень важно. И вот эта последняя фаза служения Иисуса Христа во святилище, она как раз и открывает, каким образом это все произойдет с нами в будущем. Потому что символом от того действия это был действительно того, что будет в будущем, это действительно был вот этот Йом-Кипур, единственный день в году, когда очищалось небесное святилище. Еще я хочу задать вопрос. Как влияет это лично на меня? Как влияет это на меня? Ведь какой смысл просто много знать. Правда? Очень важно, чтобы это имело какое-то действие, какой-то резонанс в моей жизни, чтобы была какая-то ответная реакция с моей стороны. Правда? Вот это все очень важно. Давайте мы прочитаем книгу Левит, 16 главу, два текста, 29 по 31. 16 глава, 29. И да будет сие для вас вечным постановлением. В седьмой месяц, в десятый день месяца смиряйте души ваши, и никакого дела не делайте, ни туземец, ни пришелец, поселившийся между вами, ибо в седьмой день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом Господним. Это суббота покоя для вас. смиряйте души ваши. Это постановление вечное. Это касалось вот этого единственного дня, десятый день, седьмого месяца, когда нужно было делать две вещи. Смирять души и что? Не делать никакого дела. И это была одна из самых важных церемониальных суббот. Мы знаем субботу, это седьмой день, но суббот было очень много. То есть это покой, тот покой, который Бог установил в своем обществе. И вот этот день, день очищения, это была, ну, пожалуй, одна из самых важных суббот, которые были в Израиле в то время. И Бог говорит, в этот день две вещи. Смиряйте души ваши и не делайте никакого дела. Вот нам нужно понять, что значит смирять души в этот день практически. ведь люди же это понимали в то время и не делать никакого дела в этот день. А что если человек не смиряет свою душу в этот день? А что если он начинает какое-то дело делать? Давайте мы прочитаем, что написано в 23 главе той же книги Левит. Кстати, нужно перечитывать Ветхий Завет для того, чтобы понимать Божьи требования в деталях, таких практических деталях. 23 глава. Давайте прочитаем с 28 текста. Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицом Господа Бога вашего. А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. И если какая душа будет делать какое-нибудь дело в день сей, я истреблю ту душу из народа ее. Никакого дела не делайте, это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Это для вас суббота покоя, и смиряйте души ваши, и так дальше. Вы поняли, сколько раз Бог повторяет несколько текстов всего. Смиряйте души, и никакого дела не делайте. Это все касается какое-то имеет отношение ко мне. Да, мы понимаем, что мы живем во время следственного суда, мы как раз и есть народ суда, мы понимаем, что церковь адвентистов седьмого дня, в свое время, это были люди, которые вылились из всех разных протестантских церквей, которые поняли эту истину, они объединились и на истине освятилище, потому что мы понимаем ее, мы действительно стали вот единым таким вот обществом людей, сегодня эту истину миру идет суд на небе, это последняя страничка земной истории, как только суд заканчивается, будет второе пришествие. Единственное, что мы не знаем, когда он закончится, но пока что он идет уже сколько? Больше ста лет, больше ста пятидесяти лет уже идет. Итак, для того, чтобы понять, что значит смирять души в этот день, нам нужно немножечко, даже немножко, нам хорошо нужно вникнуть, но сегодня у нас просто краткое время такое, нам нужно вникнуть в человеческую природу, что с нами происходит и что значит смирить себя перед Богом. Следующая тема будет, это вторая часть этого Божьего постановления касающегося этого дня, но сегодня нам нужно успеть поразмышлять и вникнуть и понять, что значит смирять души в день очищения. В день очищения. Корнем проблемы греха является эгоизм. Грех, у нас была отдельная тема, мы с вами изучали, это я просто так напоминаю, чтобы это все всплыло в памяти. Грех имеет двойственную природу. Одна часть этого явления, что с нами происходит, это наши поступки, просто неправильные поступки, непопадание в цель, это беззаконие, это преступление, как хотите, так и назовите, это греховные поступки. Вторая часть, или можно сказать, вторая проблема, более глубокая, это то, что грех в нас находится. И именно грех, который в нас, он побуждает нас совершать вот эти неправильные греховные поступки. Скажите, что легче, не делать греховных поступков, или же избавиться от греховной природы? А? Не делать легче, совершенно верно. Теперь второй вопрос. Христос пришел спасти нас от чего? От грехов наших. От каких грехов? От нашей природы греховной, или же от наших греховных поступков? Это очень важно. А то, как мы понимаем, отсюда и наша жизнь, наши действия все. Вот, совершенно верно. большинство людей в мире стремятся просто избавиться от плохих действий, от греховных поступков. Очень часто люди уклоняются в самоправедность, в законничество и так дальше. Ну, кому как легче. Но Христос пришел для того, чтобы избавить нас с вами от греха как такового. вообще от греха. Помните, Матфея 1,21. И он спасет людей своих от грехов их. Когда в Освятилище, в день очищения, происходило действительно вот то очищение грехов, которые люди принесли в Освятилище, от чего люди спасались в тот день? Скажите. От поступков или от греховной природы? Совершенно верно. Я понимаю, что я грешный человек. Я понимаю, что у меня есть грешные мысли. Я понимаю, что эти грешные мысли не толкают меня на неправильные поступки. Правильно? Я могу просто за мысли даже свои казнить, за мотивы свои себя казнить. Правда? внешне я могу делать все правильно, но я понимаю, что я вот такой вот человек. И я иду в Освятилище, и я прошу у Бога силы, я отдаю ему свой грех, и я ухожу оттуда какой? Очищенной. За мысли свои, за поступки свои, за мотивы свои. Правда? А природа моя остается такой же? Конечно, она остается. Когда же она будет уничтожена, эта природа? У нас была целая тема друзья, если вы внимательно слушали, когда эта природа будет уничтожена? Когда Христос придет за своей церковью, помните, как апостол Павел писал фессалоникийцам, говорит, и тогда во мгновение ока мы, живущие, изменимся во мгновение ока, т.е. которые уже уснули, но они воскреснут первое воскресенье, они уже в какой природе воскреснут? Нетленной, уже безгрешной, вообще безгреховной природы. И вот эти вот вещи нам нужно очень хорошо понимать. Хотя некоторые люди думают так, вот раз я не делаю плохих поступков, раз у меня там мысли только на этом стоят, раз я много читаю, молюсь, и т.е. У меня уже безгрешная природа. Я святой. Такого вообще бывает на земле сейчас? Нету такого. Нету. Теперь вопрос. Мы можем избавиться от своей греховной природы самостоятельно. Нет. Не можем. Это не под силу, это невозможно для человека. В результате грехопадения с человеком произошло страшное изменение. Страшное изменение. Он стал эгоистом. Так? Каким образом это произошло? Да, совершенно верно. Бог жизнедатель, который дает человеку жизнь. Он не уничтожил человека. Но природа человека до грехопадения была совершенной. не потому только что Бог красивым человека сделал. В человеке пребывал постоянно Дух Божий. То есть это в сердце человека пребывал сам Бог. Но когда человек отвернулся от Бога, он потерял эту связь с Богом. И Дух Святой он не умер, он находится рядом с человеком, он пытается вернуть свое царство, свой престол в сердце человека, но человек оказывается просто пустым внутри. Вот такова метаморфоза произошла с человеком. Вот такое изменение страшное произошло. И человек по своей природе, так как Бог его сотворил безгрешным, идеальным, совершенным, он находился в постоянном круге жизни. А что значит находиться в круге жизни? Закон любви, закон служения, это закон отдавать, получая отдавать, получая отдавать. Но когда он остался без Духа Святого, что получилось? Только принимаю, но не отдаю. Вот это извращенная любовь к себе. Извращенная любовь. Это когда-то Алексей сказал такое проповедь, я так удачное такое сравнение. Это действительно извращенная любовь к себе, потому что есть нормальная любовь к себе, мы понимаем, что мы творение Божие, мы должны уважать, заботиться о себе. Но с другой стороны, это эгоизм, это то, что дало человеку всегда чувствовать превосходство только свое, а не чьё-либо. Я знаю, что я прав, я понимаю, что я должен всегда быть защищён. Мы строим собственные защиты, мы обороняемся, если на нас кто-то нападает, если кто-то что-то плохо скажет, либо посмотрит, либо ещё что-то. Мы постоянно себя сравниваем с кем-то. Вот это есть формы, даже не формы, а проявление эгоизма. И мы ничего не можем с этим сделать. у нас всё равно наш эгоизм скажет, ты самый духовный. Понимаете, как? Вот такая наша природа. Вот это эгоизм сделал с нами. Что Бог хочет сделать? А Бог хочет вернуть вот это прежнее наше положение, когда Дух Божий вновь будет в сердце человека. И что тогда будет? Что будет? Давайте мы прочитаем то, что говорил Христос перед тем, как уйти. Иван Леон Иоанна 14 глава 17 текст. Давайте с 15 прочитаем. Если любите меня, соблюдите мои заповеди, и я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и вас будет. Он с вами пребывает. Он постоянно напоминает, чьи мы дети, он постоянно напоминает, куда нам идти, он нам напоминает, кто наш Спаситель, он напоминает, что с нами происходит. Но здесь еще сказано и в вас будет. Теперь давайте мы прочитаем книгу Деяния апостолов 2 главу. Я люблю цитировать этот текст, потому что он открывает суть Евангелия. Когда люди были обличены апостолами, особенно пламенной речью апостола Петра, и они умилились сердцем, 37 текст, слышали, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи, братья? Петр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Христа, Иисуса Христа, для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ну и в посланиях апостола Павла очень много говорится о залоге Духа Святого, о крещении Даре Святого Духа. Это действительно вот то возвращение человеку первостепенное, которое нужно ему для того, чтобы он был цельной, гармоничной Личностью. И это возможно. И это возможно. Почему? Потому что Дух Святой мы получаем по вере. Когда мы поверили в Спасителя, когда мы поверили тому, что сказал Бог, нам дается Дух Святой. Мы еще грешны, мы еще тут в своей голове с такими связями, нейронами, такими узлами ходим, с такими привычками, слабостями, но мы уже имеем залог Духа Святого. И Дух Святой что делает с человеком? Обличает, наставляет, вразумляет, напоминает и направляет ко Христу. Почему? Он открывает нам правду, потому что он назван еще Духом истины. Он открывает нам правду о грехе, правда? Он открывает нам правду о суде, он открывает нам, что с нами происходит. И если мы не закрываемся от него, то мы ищем выход. Мы понимаем, что у нас есть проблема. Мы начинаем искать выход и обязательно его находим, потому что Дух Святой ведет нас и он приводит нас кому? Ко Христу. Он приводит нас ко Христу и мы действительно получаем у него прощение, получаем оправдание и таким образом происходит освящение. Каждый раз, когда мы чувствуем, что мы что-то не так сделали, когда совесть наша обличаема, когда мы действительно кем-то обличаемы, когда наконец-то мы видим, что мы что-то не так делаем, это работа Духа Святого, который открывает нам правду о нас самих. И Дух Святой всегда говорит, куда нам идти? Во святилище. Мы тогда идем с верой туда, мы исповедуем свой грех, мы верим, что этот грех перекладывается на кого? На спасителя, на агнца Божьего, и мы получаем взамен оправдание. Прекрасная истина, да? Это Евангелие, это Евангелие, вот это есть очищение. Каждый раз, когда Дух Святой нам открывает, напоминает, обличает, наставляет и так дальше, каждый раз Он делает это с одной целью, чтобы очистить нас. Сутью Евангелия является восстановление человека, сутью Евангелия является реставрация человека, так написано в книге Желания веков, возвращение первоначальной формы, наше преобразование, наша реформа. И человек с аморальной личностью постепенно становится очень высоко нравственной личностью, которая живет по правде, которая ищет только истину и подчиняется только истине. Это очень важно, друзья. Участвует ли сам человек в этом процессе спасения? Скажите, да без него вообще не было бы его спасения. Поэтому Бог что делает? Он открывает нам эту истину, он делает это все ненавязчиво, но он это делает все с любовью. Кстати, сатана всегда пользуется тем, когда мы обличаемся, когда мы видим, или кто-то видит, что мы делаем что-то не так. Сатана тут же вот какой он, вот какой он безобразный, вот какой он грешный. Нет ему спасения, нет ему прощения. Но Бог обличает нас не с тем, чтобы погубить нас, а с тем, чтобы очистить нас. И помните, как Христос сказал, я не судить пришел мир, но спасти мир. От чего? От грехов их. Хорошо, давайте мы вернемся к вопросу нашей природы. Итак, грех. Библия действительно представляет нам грех, как вот эту двойственную природу. Грех — это просто непослушание закону, и грех — это то, что внутри нас. Вот это двойственная природа. Христос хочет спасти нас полностью от греха. Но это делается постепенно. Сейчас мы очищаемся от грехов наших, и этот процесс будет длиться до конца нашей жизни, до того момента, пока мы либо мы будем живыми, и тогда, даже когда время благодати закроется, когда это будет? Помните? Когда время благодати закончится? А? Закончится да, да, совершенно верно. Это время, когда действительно время благодати, сначала это будет время гонения еще для народа Божьего, но дверь благодати закроется тогда, когда последний грешник определится в своем выборе на этой земле. и когда не три группы людей будет, а две группы людей, эти посвятили себя Богу, а эти отказались от спасения. Сегодня есть еще третья группа, которые еще колеблются, которые выбирают, и Христос поэтому ждет. с одной стороны, те, которые сказали «мы Божий народ», они должны проявить активность для того, чтобы больше, лучше свидетельствовать, чтобы более явственнее звучала истина, чтобы она была более привлекательна для этих людей. Мы участвуем в спасении этих людей, потому что Бог так предположил, что успех Его дела зависит от наших усилий тоже. А с другой стороны, есть люди, которые коснеют в грехе, грех, к сожалению, как пишет апостол Павел, он как рак, он буквально разъедает общество. Почему? Потому что он внутри в людях, внутри, и он, знаете, вот эти все самые нормы, которые люди пытаются привить в обществе, они сегодня все меньше и меньше действуют. Почему? Есть другие формы, которые извращают даже самые прекрасные вещи. Например, вот те гуманистические идеи, которые вот человек это превыше всего. Вот самое главное, чтобы он был хорош, самое главное, чтобы у него не было стресса, главное, чтобы то, и ему позволяется все, вплоть до того, что грех узаканивается. Грех узаканивается, но он не становится от этого меньше, от того, что люди имеют о нем более лояльное, что ли, мнение. Грех есть грех. Давайте мы сейчас немножко поразмышляем, что же такое действительно греховная природа, можно ли ее усмирить, потому что наша задача, что смирить души наши, понять, что такое смирение. Мы знаем, в Библии сказано, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И нам в день суда надо что? быть абсолютно смиренными. Мы народ суда, который должен научиться этому смирению, потому что мы, друзья, несем самую большую ответственность в этом мире, потому что нам известна истина в суде. Ясно? Давайте мы откроем Римлянам седьмую главу. Римлянам седьмая глава. Вообще это удивительное послание апостола Павла, где открывается проблема человеческой природы сегодня, грешной человеческой природы, и самое главное, открывается истина о свободе от греха. Итак, в седьмой главе мы читаем пятнадцатый текст. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет не смерть. Так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Когда человек узнает, что такое грех, то он начинает понимать его в себе действия. И четырнадцатый текст. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Какой честный человек, правда? Какой откровенный человек апостол Павел был, как он говорил о себе, по сути. «Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю, но живущий во мне грех». И давайте двадцатый текст еще прочитаем. «Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Мы можем служить Богу вот так, сами по себе. Я к чему это веду, чуть-чуть позже хочу, чтобы моя мысль была понятна, что мы говорим, вот я служу Богу, вот я такой человек, вот я все делаю правильно, вот я думаю правильно, я читаю правильно. Запомните, это религия ума. Умом мы служим Богу больше, чем служим сердцем. Это очень важно понять. Почему? Апостол Павел говорит, это касается верующего человека. Я доброе хочу делать, но получается на самом деле что? Я обнаруживаю, что во мне живет закон греха. И вот он написывает этот закон греха. Закон греха, который по сути, что такое закон? Это постоянно действующая сила. Так? Это постоянно действующее какое-то во мне явление. Я не могу от него изменить. Оно во мне действует. Вот это то, что произошло с грешным человеком. И давайте мы еще 22 текст прочитаем. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. То есть умом я понимаю, что закон это прекрасно. Я понимаю, что это хорошо. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти? Интересно, что вот это сравнение, я уже когда-то приводила этот момент, я уже не помню, где я вычитала это, где я слышала. В древней Римской империи очень распространенным видом казни было это когда приговоренного объединяли с трупом человека, привязывали лицом к лицу, сажали в лодку, без весел, руки, нои связаны и пускали поводом. И этот человек медленно умирал, потому что у него было что перед лицом разлагающееся тело человека. Вот эти трупные яды и так дальше, это все вдыхалось этим человеком. Говорит, кто избавит меня от всего тела смерти. Вот такое сравнение апостол Павел говорит, вот такой я сегодня. Но разрешение этого вопроса, разрешение этой проблемы греха, мы уже можем прочитать у того же апостола Павла восьмой главе. Давайте мы еще двадцать пятую и вторую часть текста прочитаем. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, как он умом моим, я хочу, я люблю истины, она мне нравится, я посвящаю себя, но плотью служу закону греха. Понимаете? Умом все понимаю, но служу закону греха. Дальше второй текст восьмой главы. Смотрите. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Но чтобы вот это, то, что написано во втором тексте, было понятнее, нам нужно прочитать первый текст. И так нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Вот как здесь понять закон духа жизни? Здесь другой закон уже действует, да? Совершенно другой закон. Там закон греха и смерти, а тут закон духа жизни. И вот этот закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. А как это произошло? Третий текст этому объяснение. Как закон ослабленный плотью был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. Чтобы оправдание закона исполнилось нас, живущих не по плоти, но по духу. Вся восьмая глава открывает нам вот эту победу. Смотрите, если взять все наше спасение, это я уже так смотрю на часы и уже спешу все это сказать в нескольких фразах. Бог дал нам свое прощение. Другими словами, Бог дал нам возможность спастись. Он обеспечил нам это спасение. Если мы проживаем свою жизнь правильно, так, как написано в Библии, на тех условиях, когда мы будем руководствоваться верой, когда мы отдадим себя Христу и так дальше, все вот эти вещи, которые мы очень хорошо понимаем, в конце концов, мы знаем, что против моего имени будет написано, что оправдан. Так? Так святилище говорит. Мы понимаем спасение по святилищу, но что должно произойти между прощением и оправданием окончательным? Победа, 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 победа. Понятно? Мы должны быть победителями. Нам нужно научиться быть победителями, друзья. Без нас вот там оправдан не будет. Понимаете? Без нас. Многие думают, что спасение вот как-то так, вот Бог сделал юридическое какое-то нам спасение, вот на Голгофе это все продемонстрировал, все в этом заключено, и теперь я навсегда спасен. Эта жертва дала нам возможность быть оправданными. понимаете? Эта жертва дала нам возможность быть спасенными. Но смыслом всех вот этих действий это наша победа должна быть. Но в чем эта победа выражается? Эта победа только в Иисусе Христе. По-другому она никак не может быть. Почему? Потому что в 8 главе открыто. Если мы будем Духом Божиим, Вадимы, да, то мы будем победителями. А как это происходит? А если мы не плотью будем руководствовать, не своими желаниями, чувствами, побуждениями и так дальше, а если мы Духом Святым будем Вадимы, когда мы будем слышать голос Божий, когда мы будем прислушиваться к каждому Слову Божьему, когда мы будем внимать этому Слову и будем принимать решение «Да, Господи, я отдаю себя Тебе». Это не значит «Я побеждаю сама грех своей силой воли». Евангелие это не победа усилием воли, друзья. Усилием воли это только что? Наше посвящение Христу. Понятно? Это «Я отдаю себя Христу». Сила воли это как рубильник. В любой ситуации, когда мы встаем перед искушением, перед каким-то выбором, «А кому я принадлежу? Христу или сатане?» Я включаю рубильник. «Господи, не я, но Ты, не я, но Христос». Вот это Евангелие. Понимаете? Но действие, выбор все равно за человеком. И тогда получается, все спасение Бог дал нам. Вначале, да, он простил, он обеспечил спасение, он сделал, все расставил так, как то, что мы с вами обсуждали, все вот эти предыдущие встречи. В конечном итоге освящение, то есть очищение, это тоже работа Божья. А что остается за человеком? Выбор. Я выбираю Бога. Помните, как Христос говорил, а он же пришел в нашей природе, он принял нашу греховную природу, так? Он стал победителем в своей жизни. Да, вспомните пустыню, вспомните Гефсиманию. Каким образом побеждал Христос? Он говорил, я и Отец одно. Когда я говорю, я и Христос одно, я уже победитель, потому что я выбираю Христа. Я не выбираю свою волю, я не выбираю свои чувства, я не выбираю свои обиды, свои желания, свои вкусы, свои планы и так дальше, а я выбираю то, что угодно Христу. Понятно? Если я стою перед искушением, я должна здесь упасть по природе, потому что у меня закон греха и смерти во мне действует, правильно? Я постоянно искушаю, но если я, примирившись с Богом, имею залог Духа Святого, Дух Святой во мне, и он говорит, ты сейчас это сделаешь или ты это не сделаешь? А у меня, Господи, нет сил, я так хочу это сделать, а ты выбери, этим путем ты пойдешь или же этим путем пойдешь, чья ты, Божья или же ты, я не скажу сама по себе, да? По сути, мы сатане принадлежим, потому что есть дети мира и есть дети Божьи. И если я говорю, Господи, я выбираю тебя, это моя часть, но я говорю, но ты соверши то, что ты обещал, потому что победу дает только Христос. Почему? Потому что у него сила, у меня есть очень большое желание рассказать, что такое сила, какая важная это, ну, часть нашей жизни, какие наши силы, как мы ограничены в этих силах, и какая сила колоссальная нам нужна извне, для того, чтобы была победа, 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 и до конца над каждым нашим грехом мы должны стать победителями. В книге Откровения 2-я и 3-я глава сказано, побеждающему дам сесть на престоле Отца моего, побеждающему дам вкушать нам небесную манну, побеждающий то-то-то, то-то, то-есть, здесь идет речь о ком? О нас с вами, правда? И в конце написано «Они победили все кровью Агнца». Видите, какие важные вещи связаны со святилищем, друзья? Когда мы говорим... Ничего, если я займу еще несколько минут, это очень важно, но это надо всем лично изучать это все. Нам очень важно понять, что же такое Евангелие. Евангелие – это радостная весть, вот так, если в общем взять. А в чем радость Евангелия? В чем радость этой вести, друзья? Аминь. Да. Да. Аминь. Действительно, пока мы не поймем, что мы из себя представляем, пока мы не поймем, что с нами произошло, что мы стали просто эгоистами. Мы так привыкли, что это, знаете, смысл греческого слова беззакония – эгоизм. Эгоизм. Пока мы действительно этого не поймем, нам очень сложно будет избавиться от этого. Смотрите, человечество всю историю пытается решить эту проблему. Ему плохо. Плохо, постоянно плохо. Ну, какие-то временные удовольствия в этом мире есть, конечно. Но в общей массе людям плохо. Они болеют, они в агрессии, они в войнах, они в переживаниях, они в ожидании каких-то страхи находятся. И Бог хочет дать освобождение от этого всего. Смотрите, если мы поймем, что с нами происходит, мы будем искать выход. Потому что нельзя так быть, нельзя издыхать от страха, как написано в Библии. Нужно жить свободно, иметь радость, даже в этой временной жизни, иметь радость, и при том радость постоянную. Так Христос говорил, да имеют радость, радость постоянную, потому что Он имел эту радость. Но когда эта радость будет абсолютной, друзья, когда я буду знать, что я свободна от каких-либо осуждений, когда совесть моя ни в чем меня не осуждает, когда я буду свободна от того, что что я имею грехи и так дальше, что у меня есть вот эта природа, когда я буду свободна от вот этой навязчивой своей природы греха. Нам нужно еще одно очень важное, важную деталь понять. Нам нужно научиться отвергать себя. Итак, эгоизм, он постоянно требует к себе внимания. Эгоизм – это то, что, знаете, как пылесос, он тянет все в себя. И если человек верующий, эгоист, начинает верить в свою собственную праведность, этот человек практически неизлечимо уже болен. Это очень сложная вещь, когда человек верит в свою безгрешность. Такого не может быть. Почему я об этом сегодня делаю акцент? Потому что мы разбираем с вами тему, как смирить свою душу, как жить в смирении, как действительно получать постоянный приток вот этих сил, божественных сил для победы над грехом. Потому что нам нужно быть всегда победителями. Поэтому сутью Евангелия является следующее. Не я, но Христос. Я выбираю закон духа жизни. Хотя во мне действует закон греха и смерти. Но я выбираю закон духа жизни во Христе Иисусе. Он освободил меня. Он дал мне силу. Он дал мне будущее. Я коснулась мысли, что человечество пытается найти разрешение этих проблем. В XIX веке. И в прошлые века тоже были идеи такие. Создание, знаете, утопических таких обществ, где всем все по потребностям, по возможностям и так дальше. Идея коммунизма была в том, чтобы действительно всем дать по потребностям, и чтобы все были равны, счастливы и так дальше. Карл Маркс в свое время верил в то, что можно создать такое общество неэгоистичных людей. Единственная проблема, которая была в обществе, это развивающийся капитализм. Именно капитализм подпитывал эгоизм людей. Это его была такая идея. И вы знаете, мы с вами целой страной, вот этой огромнейшей частью земного земли, мы с вами испытали эту идею на себе. Мы не построили это общество, правда? Неэгоистичных людей. Не построили. Хотя, казалось бы, бизнес где-то там, капитализм – это все загнивающее где-то на Западе, а мы все социализм строим, где все будет в будущем, в коммунизм перейдет. Это невозможно без Бога. Люди ошиблись, очень грубо ошиблись, заплатив миллионы жизней за это. Хотя много идей хороших было в том обществе. Но Бог ждет свою церковь, что она будет неэгоистичной. Эта церковь – победительница. И Он придет за этой церковью победительницей. Вот самое интересное. Вот эта церковь описана в 7 главе и в 14 главе книги Откровения. Что же это за церковь? Мы с вами тоже создали общество людей, верующих людей, которые делают одно доброе дело. А ну задайте вопрос. Я свободен от эгоистичных мыслей? Не свободен, правда? Поэтому нам нужно всегда быть на чеку своего сердца. Нам нужно не доверять себе настолько, чтобы прилепиться ко Христу всеми фибрами своей души. Потому что мы все эгоисты. Но Христос хочет сделать нас неэгоистами. Даже когда мы будем вот этой греховной плоти. Мы будем оставаться еще. И будет народ, который будет победителем. Это церковь Христова, которая будет встречать Его. Невеста приготовила себя, сказано в книге Откровения. Правда? Невеста приготовит себя. И Христос придет за этой церковью. Христос примет эту церковь. Возможно это или нет? И при каких условиях это возможно? А это будет народ, который научится быть вводимыми Святым Духом. Который подчинится какому? Закону Духа Жизни. Вот это будет церковь. Не эгоистов. Это церковь победителей. Это те люди, помните, которые станут на стеклянном море и запоют песнь Моисея и Агнца. А что это будет за песнь? Это песнь победителей. Песнь победителей. Читаем вторую, третью, четвертую, седьмую, четырнадцатую главы книги Откровения. Действительно, Бог ждет от нас вот этого отказа от себя, нашего смирения. Потому что именно в смирении, в самоотвержении, друзья, кроется наша победа. Именно здесь мы можем стать победителями. Поэтому, говорит, в этот день, в этот период, в этот день суда смиряйте души ваши. Учитесь жить по закону Духа Жизни. Учитесь быть зависимыми от Духа Божьего. Будьте вводимы Духом Божьим. Научитесь этому. Давайте мы будем размышлять над тем, о чем мы сегодня с вами, о чем мы с вами говорили. Давайте мы еще раз перечитаем шестую, седьмую и восьмую главы книги послания апостола Павла к римлянам. Давайте мы прочитаем. Прочитайте Галатам еще пятую главу. Там тоже очень важно. Мы, кстати, сейчас изучаем четвертую, пятую главы. книги Галатам. Давайте мы будем размышлять, каким образом мы можем стать победителями. что значит смирять души наши в день суда. очень скоро мое дело тоже будет рассматриваться на суде. я не знаю, когда, и каждого из вас. Нам нужно быть готовым к этому дню, когда мое дело будет рассматриваться на небесном суде. чтобы напротив моего имени, чтобы напротив моего имени, там, где записаны все мои победы, падения, все мои поступки, в конце концов, было написано победитель, оправдан. хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над большим тебя поставлю. Вот такая оценка должна быть каждому из нас. И Бог долго терпит. Он не приходит только по той причине, что Он ждет, пока мы, вот общество верующих людей, перестанем стать, быть эгоистами. Когда мы откажемся от закона греха и смерти, когда мы захотим стать победителями, когда мы научимся быть вводимым законом духа жизни. Борьба, которая в нас происходит, это борьба плоти и духа. Плоть подвержена закону греха и смерти. Дух бодр, сказано, да? Да? Дух может быть победителем, может дать нам колоссальную силу для победы, если мы подчинимся Христу. Если мы подчиниться, это значит смириться перед Богом, смириться перед Христом и получить силу для благовременной помощи. Нам предстоит борьба, нам предстоит очень жестокая борьба. Потому что самое тяжелое в христианской жизни – это как раз отвергнуть себя, это как раз смириться. Хотя для многих людей смирение, даже для верующих людей, это «ну вот у меня такие обстоятельства в жизни, у меня там то, у меня там плохо». Это только обстоятельства. Человек говорит, ну вот такой крест у меня, вот это вот я несу всю свою жизнь, но я смиряюсь. Вы знаете, пассивный такой в этой части. А Бог говорит, а ты будь победителем. А ты будь победителем. «Быть победителем» – это значит отвергнуть себя, это значит смириться и дать Христу возможность, дать нам силу для победы. Вот что значит смирять души в день суда. Нету другого пути. Мы никогда не сможем победить свою греховную природу, мы никогда не сможем победить свой эгоизм, если только мы не отдадим себя Христу. Давайте мы помолимся об этом. Дорогой наш Спаситель, мы благодарим Тебя за то, что Ты перенес ради нас, ради нашего спасения, такие муки, и проявил такое удивительное смирение, которое стало для нас не только примером, но и обеспечением нашего спасения. Мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты любишь нас, так долго терпишь, чтобы никто из нас не погиб, но чтобы мы все стали победителями. Господи, дай нам силу, дай нам мудрость, дай нам желание, исследуя эту тему, смириться, чтобы в конце концов мы перестали быть эгоистами, перестали быть отступниками, а стали победителями над грехом. Благослови нас, Господи, в этом. Просим, услышь нас во имя Христа. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова